Всем привет, дорогие зрители Острова Угла, с вами Илья Рай. 12 июня в городах по всему миру проходят акции протеста против войны. Также в Белграде, в столице Сербии, в которой я сейчас нахожусь. Давайте посмотрим, как это происходило здесь. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей. Здраво, зовут Алексей. Я сам из Питера выходил на митинги, которые были в Питере. Я сам из Петербурга, и там я сам из Лазио на митинги. Я всегда поражался тем светлым лицам, которые выходят на митинги, которые можно противопоставить тем лицам, которые в телевизоре, в парламенте. Здесь я тоже вижу эти лица, меня это радует. Мне кажется, что мы будущее России. Молодость победит старость. Сегодня день независимости России. Я прекрасно помню этот день, когда обстреливали танками Белый дом. И в тот день было ощущение, что люди вышли за то, чтобы отстоять свою свободу. Вложились под танки и защищали с оружием в руках непосредственно свою независимость и свое право на будущее. И сегодня у меня есть такое ощущение, что мы потеряли это право, и надо его снова отстаивать. Свобода – это внутреннее чувство. Как мне кажется, во мне оно присутствует. Мне бы хотелось, чтобы в этот день мы могли объединить тех людей, которые обладают этим чувством, и передать это чувство другим людям, чтобы они поняли, что в принципе свобода не зависит от полицейского насилия, а свобода – это внутреннее состояние, и надо ощущать себя свободным и двигаться по пути свободы. Свободу полиции Ключенова! Свободу Алексею Навальному! Свободу Юрию Дмитриеву! Свободу Шаману Давыщеву! Свободу всей России, Украине, Белоруссии и всей земле! Петр Никитин меня зовут. Я координатор группы россияне, украинцы, белорусы и сербы вместе против войны. Самое важное для меня это менять общественное мнение в Сербии, чтобы Сербия не двигалась туда, где сейчас оказалась Россия. Чтобы здесь не было войны, чтобы когда мои дети подрастут, их не послали на фронт. С одной стороны, сербская власть утверждает о том, что их цель это вступление в ЕС, вот, и такой прозападный курс, а с другой стороны, здесь есть очень большая поддержка вот этим националистическим идеям. И Путин здесь чуть ли не популярнее, чем любой местный политик. Вот. И я считаю, что очень важно это менять просто ради будущего этой страны, где я живу, где растут мои дети, потому что мы все и видим, к чему это приводит. Я муниципальный депутат Петербурга, я до сих пор муниципальный депутат. Я думал о том, как нам, не знаю, изменить бюджет. Я сам локал, я был с вами в Санкт-Петербурге, я сам и в мысли самустварим о пропаде локал на бюджет. Но я очень рад, что мы здесь собираемся, и что мы в Сербии можем вообще собираться свободно, и нас никто за это не попьет прямо сейчас в Дубинке. Я очень рад вас здесь видеть. Большое вам всем спасибо. Спасибо. И Россия будет свободной. Россия будет свободной. Здравствуйте. Вы правда действующий муниципальный депутат? Да, действующий муниципальный депутат. Более того, у нас возможно участие по видеосвязи, поэтому я до сих пор участвую. А в собраниях, да? Да, да, да. Вот на последнем я предлагал депутатам-единоросам выйти из партии, чтобы не быть ответственными за войну в Украине. Как вас зовут? Владимир Волохонский. Владимир, как вы оказались в Сербии? Ну, в Сербии я оказался... Сначала я уехал в Узбекистан, куда были билеты, потом подумал, где там работа, где что, и оказался вот в Сербии. Реально, я полгода назад, у меня мысли не было, что я окажусь в Белграде, но вот я здесь. Почему, скажите, для вас это важно, находиться сегодня конкретно здесь, на сегодняшней акции? Ну, даже не знаю. Это просто какое-то продолжение участия в моей политической жизни. Я все-таки политический активист, и я 15 лет участвовал в политике, я участвовал и в митингах, и поменьше, надо сказать. Вот. И все равно это важно, чтобы люди видели, что есть русские, которые выступают против Путина. Я даже думаю, что большинство тех, кто сейчас сюда приехали, выступают против Путина, но просто не очень хотят выступать, скажем так, и где-то светиться. Какая это была опасность для того, чтобы вы находили в стране, или что послужило причиной выезда? Ну, конкретной причиной послужил второй обыск в моей квартире, когда я, значит, еще после этого меня до вечера держали в следственном управлении, и собирались закрыть в изолятор, вот, на двое суток по уголовной статье, но почему-то отпустили, сказали, иди, не хулигань больше. Я решил, я взял ноутбук, полотенце и больше в своей квартире не появлялся. И вот я здесь, наверное, с их точки зрения хулиганю. Людям, которые нас посмотрят сейчас в России, что хотели бы, возможно, передать, сказать? Держитесь, что я могу сказать. Сейчас остается в России очень немного возможностей для, так сказать, реализации своего, своей свободы слова, для того, чтобы как-то выступать против. Против. Все еще можно сказать, что я против, не говоря конкретно против чего, слово война там запрещено. Но, тем не менее, пока просто за то, что ты говоришь, что я не поддерживаю там специальную военную операцию, никого вроде бы пока не сажают. Поэтому, если вас спросят уж, говорите, что вы не поддерживаете. Вот. Есть еще возможности, скажем так, не совсем легальные. Люди пишут всякое там на стенах, клеят листовки. Ну, вот все, что я могу вам предложить сейчас, к сожалению. Других идей у меня особо нету. Да, то есть я не предлагаю там устраивать какие-то вооруженную борьбу или еще что-то в этом духе. Но осуждать никого не буду. То, что сегодня вот на сегодняшней акции было столько людей, это много или мало? Ну, я бы сказал, что скорее мало. Здесь было примерно, ну, человек 80, наверное, по моим оценкам. Вот. Ну, это действительно немного с учетом огромной массы русскоязычных людей, которые приехали в Белград в последние месяцы. Но пока это просто история в том, что еще нет особо таких каналов коммуникации для тех, кто вообще хотят участвовать в такого рода политических акциях. То есть вот есть группа в Фейсбуке, там и в Твиттере, там вот это русские, украинцы, белорусы против войны. Вот это вот, да, есть какие-то еще, но на них пока не очень много народу подписаны. Ну и плюс многие, наверное, боятся, что их там, не знаю, пострепи срисуют, они не смогут вернуться в Россию. Я не боюсь, потому что на меня там и так две уголовки где-то вот как бы в каком-то непонятном статусе. Вы знаете, как говорится это? Я здесь на ППЖ, пока Путин жив. Сербы, они в основном поддерживают Россию или как это работает? Я бы сказал, что у меня такое впечатление, что сербы любят Путина гораздо больше, чем русские. Вот, то есть если вы хотите, можете вот там вот посмотреть, вот там вот, например, я не знаю, надпись, вот там вот есть. Радко Младич, типа сербский герой. Вот оно, да, вот там вот. Радко Младич, сербский герой. Да, вот чего мы хотим от людей, у которых на стенах написано «Радко Младич, сербский герой». Радко Младич, военный преступник, сидящий, соответственно, за свои, за организацию массового убийства в Сребренице, по сравнению с которой Буча – это просто как бы детские шалости. И в подобной стране есть какая-то опасность или сложность выражать подобные протесты или митинги? Ну, какая-то теоретическая опасность есть. Это, конечно, в заметной степени демократическая страна. То есть это не диктатура, здесь нету такого, чтобы запрещали вот эти вот всякие митинги. Можно там митинговать и против власти местной, и все что-то в этом духе. Но вместе с тем общее общественное настроение и поддержка, как бы действующей скорее пропутинской власти, которая больше, скорее, балансирует между Путиным и Евросоюзом – это, конечно, ну, тревожно. Потому что здесь, помимо власти, есть и какие-то, скажем так, негосударственные фашистские всякие структуры. И они могут представлять опасность больше, чем власти. Как думаете, внутри страны и в России еще остались депутаты с оппозиционными мыслями? Конечно, остались. Просто они не рискуют это прямую так вот высказывать. Вот, то есть многие меня поддерживают, я знаю, в том числе и из моего муниципального совета. Вот, но они не могут выйти и сказать, там, не знаю, долой войну, значит, там, позор, там, тем, кто устроил все это в Гуча и всю эту войну, не могут. Потому что их за это как минимум уштрафуют, а как максимум посадят. У вас, как депутата, какая мысль? Как вообще остановить этот весь ужас и всю эту катастрофу? Я не знаю. Вот, честно, не знаю. У меня нету никаких мыслей по этому поводу. Вот я сейчас даже практически плачу именно из-за этого, из-за того, что я не понимаю, как мне что-то сделать, чтобы это прекратилось. Понимаете? Да? Вот этот вопрос, вы каждый раз вот спрашиваете, а что делать? Да я не знаю, что делать. Не знаю. Что я могу еще сделать сейчас, вот сегодня? Я могу прийти к людям, которые, я понимаю, что меня понимают. Потому что не все мои друзья могут это сделать, потому что они в других странах. Точнее, в другой стране, в которой они не могут это сделать. Из-за того, что они в другой стране или они придерживаются другого мнения? Они не придерживаются другого мнения. Моя мама сейчас просто мне рассказывает, что вокруг нее происходит. И единственное, что я могу сделать, чтобы ее поддержать сейчас, прислать ей фотографию отсюда и сказать, мама, что будет хорошо, как минимум, я тебя оттуда заберу. Мама в России еще? Да. И она не поддерживает войну? Конечно, нет. Ну, это хорошо, что, конечно, потому что многие... Нет, я понимаю, я имею в виду, конечно, нет, она не поддерживает, потому что это моя мама, я ее хорошо знаю. И от ее точки зрения мне очень сложно себе представить, что чьи-то мамы не так себя ведут, но... Моя мама просто задержалась в какой-то момент на митинге, и через день после этого к ней пришли с погромом домой, и все изрисовали буквами Z, и подожгли книги. Я не знаю, связаны ли эти две события, слил ли кто-то ее данные, но... Куда домой пришли? Да, она живет за городом, разгромили едом, и... Как сказать? Нет, она не поддерживает. Офигеть! Моя очень близкая подруга из Украины, она тоже приехала сюда, и тоже здесь пока что будет. Она не могла поверить, что... Она приехала из Москвы, и она не могла поверить, что можно перекрыть центральную улицу, и можно идти вместе с флагом, и ради себя перекроют улицу, и можно прийти к российскому посольству и сказать то, что ты думаешь. Она была в шоке, мне кажется. Никакой опасности никто не изобьет. Да, даже мой маленький сын, он сказал, мама, здесь полиция, это опасно, потому что он ходил со мной в России на все протесты, и там это... Несмотря на то, что я никогда не говорила ему, ой, полиция, давай сольемся, но он это чувствовал, потому что мы обходили как-то все это. Но здесь он увидел, говорит, мама, полиция! Я говорю, сын, нормально, это нормальная полиция, они следят, чтобы нас не переехала машина. И он... И в этот момент мне самой хотелось плакать, я подумала, блин, так можно сказать. И радостно, и супер-борько. Я просто поддерживаю антивоенное движение, считаю важным высказывать мнение и демонстрировать, что есть несогласные люди, что Россия это не Путин, вот как только что тут сказали. Мне кажется, это очень важный месседж, который многие не разделяют. Ну, вообще, как бы, как я оказался в Сербии... У меня 6 марта прошел обыск в общежитии. У меня изъяли телефон, ноутбук, плакаты, антивоенные листовки, банковские карты, сим-карты. Меня отвели в отдел и начали просто угрожать, говорили, что... Просто похлопают. Начали говорить, что собираются завести уголовное дело, чтобы я больше не высовывался. А за что? Да, за что, наверное, важно сказать. Ну, я вообще... Ну, по словам ментов, я понял, что им очень понравилось, что я в общежитии развесил плакаты с антивоенными лозунгами. И меня вычислили по камерам. Но до этого, я думаю, вообще, как бы карма так немножко накопилась. И пришли по этому. То есть я 24 февраля ходил на пикет. Там у меня переписали паспортные данные. Потом в тот же день я был на митинге. И в тот же день я это развесил, плакаты в общежитии. Потом 27 февраля я пошел на очередной митинг. И меня там задержали. Я провел ночь в отделении полиции в Вишневске, города Казани. Потом на следующий день был суд. Страф 5 тысяч. Ого! Ты его заплатил? Да. Ты его заплатил? Ну, так как я хотел уехать из России, я особо не знал. Будут ли проверять там на границе? Будут проверять или нет. Я не хотел к себе внимания привлекать. Потому что, ну, я понимал, что как бы ситуация у меня серьезная. Что со мной так правоохранитель заинтересовались. Ну, да, по итогу я заплатил. Не знаю, насколько это правильно. Но мне больше хотелось не быть в тюрьме, чем не заплатить штраф. Мне кажется, очень большая была бы плата. Еще полгода назад я не мог представить себе, что окажусь в Сербии. При полгода на нем не падала на померчу, с иначе в Сербии. К сожалению, у моего визита сюда ужасный повод. На жалость, у меня после того, где именно страшный повод. И я очень переживаю, что мы не можем спасти десятки тысяч прекрасных людей на Украине. И мне изуздно принято и я посртужен, что мы станем спасать десятин тысяч дивных людей в Украине. И я также переживаю, что мы не можем спасти нашу Родину от возврата в Средневековье. Такой же самостужен, да не можем помочь нашей тачбины, да и спрячемо на путу назад до Средневековья. Единственное, что меня утешает, это то, что я не один, а в компании стольких замечательных людей здесь. Спасибо вам. Единственное. Единственное, что меня утешило, я Данисом сам, а для самодружества только дивных людей. Россия будет свободной. Интересная ситуация, потому что жена румынка, но она прожила очень долго в Сибири. Мы, собственно, там познакомились. Я сам 7 лет в Петербурге жил, закончил там вуз и уехал в самом начале войны. Я здесь, потому что в России невозможно сейчас говорить свободно. Я закончил в журфак, поэтому я знаю, как душат журналистов сейчас в России все зависимые издания, поэтому хочется быть частью этого митинга, если не там, то здесь. Об этом нужно говорить, поэтому мы тут. За этот лозунг посадили уже несколько сотен людей, и идут уголовные преследования людей, которые просто говорят, нет войны, то, что Путин сам говорил на 9 мая 21 года, сейчас говорит запрещено. И этот новояз, то, что мы заменяем слова, и мы говорим за мир, но мы не можем говорить против войны, мне показалось это достаточно провокационным, хотя это очень, наверное, смешно будет вспоминать. Есть теория малых дел, когда каждый на своей позиции может что-то говорить. Если вы учитель, вы можете не передавать пропаганду своим детям. Если вы просто бабушка, которая сидящая перед телевизором, можете не смотреть Соловьева. Если вы студент, вы можете говорить и вставать с тех парк, где лекторы говорят пропагандистскую чушь. Я думаю, каждый из нас может немного вложить в этот протест, чтобы потом нам не было стыдно смотреть своим внукам в глаза и говорить, что мы делали в этот момент. Я сама с Украиной, и для меня это важно, то, что происходит там. И я вышла сказать свое слово. Я выходила раньше, да, раньше как-то людей больше собиралось, по-моему. Ну, зависимое, зависит. Может быть, не знаю, люди разъехались в отпуска или почему-то сегодня не очень много. Сербия считается достаточно пророссийской такой страной. Это как-то выражается? Или замечали ли вы что-то подобное? Ну, радует тот факт, что не все такие. Есть те, которые поддерживают Украину. Любовь к власти – это рабство. Любовь к власти – это рабство. Любить надо детей, женщин, семью. Требо молить и детям, и женщинам, и родственникам. А мужикам? И мужикам. Это ваш выбор, это ваше право. Это ваш избор, ваше право. Но извращение – любовь к власти. Али любовь к власти не здрава. А любовь к войне – это даже нельзя объяснить нормальными словами. Те 20%, которые голосовали против поправки Конституции – это реальные показатели. 20 миллионов человек. Представьте, нас всего 20 миллионов. Может быть, даже больше. Более и более. Но общество атомизировано. И атомизация общества. Должно все-таки произойти объединение. И мы сложились хотя бы в какую-то молекулу из этих атомов, которая могла бы хотя бы разбить вот это вот, как бы, контент тела, которые разбили бы этот ужасный вирус фашизма. Я бы так сказал, красно-коричневой чумы, которая засела глубоко в теле России и выплеснулась прямо вот в этом году. Культ насилия возрожден в той степени, которая породила то воспитание тех недалеких от ума людей, которые считают, что насилие – это лучший способ контроля. Давайте посмотрим, как воспитывают детей в России. Когда бьют ремнем, они считают, что это круто. Это не круто. Это ужасно. Ты травмируешь ребенка. И каждая, наверное, каждая вторая семья так обрабатывает. И вот это и результат того, почему насильники приходят в Украину, воруют стиральные машины, унитазы и насилуют детей, женщин и даже стариков. Для нас важно здесь быть сегодня, потому что в нашей стране происходит пиздец. В соседней нашей стране умирают люди, которые просто умирают ни за что. И мы не согласны с этим, не согласны с этим режимом. В своей стране мы не можем митинговать. Поэтому мы митингуем в другой стране, в той, в которой мы сейчас находимся. Мы считаем это важным. Здесь как-то комфортнее для вас это делать или... Ну, здесь хотя бы людей не бьют, не бьет полиция. И ты можешь выйти хотя бы просто, не знаю, постоять рядом, сказать что-то, что ты думаешь, постоять с плакатом. В России мы не можем этого делать. Давно уже в Сербии? Четвертый месяц. Раньше выходили, да, значит, тоже на акции подобные? Ну, лично я живу не в Белграде. Я приехала вот сегодня первый раз. Ребята, да, отходили до этого. Просто говорят, что обычно Сербия такая пророссийская страна, что она поддерживает Россию. Сложно с этим вообще, с выражением, мнением? Может, кто-то замечали? Много символов в УКЗ? Сербия не то, что очень любит Россию. Она любит людей русских очень сильно. Это чувствуется. То есть за все время пребывания здесь мы ни разу не столкнулись с какой-то там антироссийской позицией. Конкретно люди с людьми. Мы сейчас не берем в счет политику. Но Сербии просто не любят НАТО. И Путин не любит НАТО. Поэтому у них такая, как бы, схожая позиция в этом плане. Но я вижу, что люди из России, которые приехали сюда, никто из них не поддерживает путинский режим. Поэтому здесь довольно комфортно находиться, на самом деле, или на русских музеях. Людям, которые нас увидят. Возможно, сербы, которым переведут. И людям в России, русским. Что бы хотели передать? Чтобы люди включали свои мозги и не поддерживали пиздец. Вот это я бы хотела передать своим согражданам, наверное, прежде всего. Есть неприятные моменты. Многие из нас получают угрозы. Нам пишут всякие гадости. Про нас пишут всякие гадости. Какого рода? Ну, например, в прошлый раз, когда мы выступили против приезда Лаврова, вышли газеты, где было написано, что НАТО организовало митинг против приезда Лаврова. А вот мы собираемся подавать в суд на эти газеты. Так, это здание, да? Правительство. Правительство. А что тут написано? Наилучший в мире дипломат, благодаря которому Европа все еще существует. Так что неприятные моменты есть. Понятное дело, в социальных сетях очень много ботов, троллей, которые на нас наезжают. Угрозы лично вам пишут? Лично мне приходят прямые и косвенные угрозы. Мы даже создали специальный имейл, где мы собираем эти угрозы. Мы это тоже все собираемся передавать в полицию, давать этому судебный ход. Так что есть неприятные моменты. С другой стороны, Сербия достаточно свободная страна. Тербы сами любят помитинговать. Свобода собраний здесь очень ценится. Опасности никакой нет. Мы уже выходили пять раз. А до этого мы выходили еще до войны в поддержку политзаключенных в России. И никаких проблем ни у кого никогда не было. Хочется показать другим людям, особенно иностранцам, что та картина, которую они видят в интернете, по телевизору, что большинство россиян поддерживает войну, это не так. Среди опросов проблема в том, что показывают, что 80% поддерживают, но это 80% из тех 5%, кто согласился ответить. Остальные 90%, скорее всего, просто боятся отвечать, потому что знают, что за свою позицию они будут преследованы. И это проблема вообще, в принципе, российского общества, что они считают это патриотизмом, но для большинства людей в России они не патриоты, они лизоблюды. То есть для них лояльность власти – это и есть патриотизм. Скажи, ты выходил в Россию? Да, это было один раз, но мы так и не дошли до митинга. Нас задержали, и мы провели ночь в изоляторе. Даже не дойдя до митинга? Да, это было как раз 2 февраля 21 года, когда посадили Навального финально, и мы шли в Питере по Невскому, мы так и не дошли до площади, там просто бежала толпа на нас и полицейские. И там был интересный момент, что одна девушка упала, споткнулась в толпе, и сзади люди ее резко подхватили, подняли и сказали «своих не бросаем». Это было единственное честное «своих не бросаем», не то, что вот сейчас показывать «своих не бросаем» власть, и пофигу на народ. И поэтому любить власть, ну, это, не знаю, это как стокгольмский синдром. Ты прям ночь провел в изоляторе? Да, потому что нас держали до суда, и мне еще повезло, потому что я тогда как бы первым отправился в 12 утра в судилище, там мне, о удивлении, выписали штраф, где могли арестовать на двое суток. Кто-то еще сутки провел в том изоляторе, то есть там абсолютно не оборудована эта комнатка под содержание людей ночи, там просто бетонные нары. И в целом, когда ты срежешься с российской полицией, ты можешь забыть про то, что у тебя есть какие-то права. Как бы абсурд в том, что мы шли по улице без какой-либо толпы, мы только шли на митинг, и нас задерживают якобы за нарушение коронавирусной дистанции. Потом нас 50 человек сажают в Алиаз. Ну, видимо, автозаки все были заняты, поэтому в обычный автобус посадили. И потом по 8 человек в камеру около 6 квадратных метров нас сажают и типа за нарушение коронавирусной дистанции. Как бы сюр. Чем больше людей будет недовольно, тем раньше этот пузырь все-таки лопнет. Нельзя вечно дубинками сдерживать протест людей. И та же Беларусь, например, тому пример, что их текущий режим живет только за счет российских кредитов сейчас. То есть если бы это не было в геополитических интересах Путина, чтобы атаковать Украину, например, то в Беларуси бы уже давно сменился режим. Мы можем показать другому миру, что не все русские поддерживают эту войну, что не все рады тому, что сейчас происходит. И нужно говорить, не нужно молчать, потому что это один из способов вывести нашу страну в какое-то более демократическое русло. Очень хотелось бы, чтобы на моем веку увидеть свободную Россию, но мне кажется, этот процесс более длительный. Но нужно двигаться хотя бы маленькими шажками к свободной России. Алена, ты выходила в Питере? Да, конечно. Я была на каждом митинге с 2017 года. Первый митинг, на котором я была, это «Он вам не Димон» после резонансного видео на канале Навальный. Было очень страшно выходить, но ответственность за свое будущее нужно нести. Был один резонансный случай в митинге, по-моему, 2018 года. На моих глазах просто один из полицейских ударил девушку по голове, и она как-то толкнула ее, и она упала об мост на набережной прям головой. Очень было страшно смотреть, когда девушка с кровавыми потеками из головы лежит, и никто не может ей помочь никак, а полиция, в принципе, насрать на это. Даже несмотря на то, что я нахожусь сейчас здесь, я все равно ощущаю, что я русская, что это моя страна, и я хочу все-таки жить в ней дальше, но пока я сейчас не вижу в этом возможности. И, не знаю, надеюсь, что в скором времени это все исправится. Никто не принесет свободу на блюдечке, за нее нужно бороться. И нельзя надеяться, что какой-нибудь правитель другой страны лишится нашей проблемы. Нужно выхватывать свободу своими руками. По ощущениям сейчас моя родина утонула в милитаристском угаре, и мне важно ощущать, что это не коснулось всех ее граждан. Мне важно видеть вокруг лица людей, которые смогут вернуться вместе со мной в Россию и выстраивать адекватное государство, адекватное место для жизни, когда эпоха неизбежно сменится. И такие мероприятия, и эти люди вокруг дают мне какую-то надежду, что я не один так думаю, что я не один вернусь, и что у России, в принципе, есть будущее. Ну и я просто не могу молчать и сидеть. Я понимаю то, что мой вклад как бы за пределами пожертвований на медикаменты украинским беженцам и там выходом помахать флагом. Вряд ли я что-то еще могу предложить сейчас. Ты донатил? Хотя бы это, да, я пока был в Грузии, донатил в Emigration Fraction. А, еще у меня друг тогда попросил в долг 300 евро, и я ему сказал то, что... Так, ты мне не возвращай, я знаю, что у тебя через пару месяцев появятся деньги, когда они появятся, ты просто сходи тоже в офис Emigration Fraction, отдай их туда, мне возвращать не надо. Я не уехал ни в первую неделю, ни в первые, там, три недели войны, только когда моя компания объявила о том, что мы сворачиваем полностью операционную деятельность в России и закрываем юрлица, и сказала, что, ну, обязательным условием для того, чтобы остаться в компании, сохранить свое место, является локация. Только тогда я уехал. То есть, если бы я все еще был в России, я не знаю, выходил ли бы я на улицу в современных реалиях, потому что, ну, с принятием новых законов ситуация немножко обострилась в этом смысле. Но пока я был, пока я не уехал, и пока не приняли закон про дискредитацию войск РФ, я выходил к моменту, когда я уезжал, последние две недели перед отъездом я провел в основном в поездках до изоляторов с передачками продуктов своим друзьям, потому что многие из них сидели, как минимум четверо, от восьми до десяти суток. Ну, в общем, да, последние недели перед отъездом казалось то, что уже все очень плохо. Тебя каким-то образом пронесло, несмотря на то, что выходил, да? Ну, я аккуратно... Ну, в любом случае, это лотерея всегда, да? Я стараюсь быть аккуратным, я стараюсь не лезть на рожон, но вот моим друзьям меньше повезло. Вообще, меня в этом смысле провидение какое-то сохраняет, потому что я годами выхожу, с года 2016, наверное, то есть уже лет шесть, я мало какие акции вообще пропускаю. Меня хватали, в смысле, физически, но ни разу до участка я не доезжал. Но вот мой товарищ по группе... Я играю в группе, я ударник. Ну, в смысле, играл, пока не уехал. Сейчас сложно понять, что будет дальше с группой. Ну, в общем, наш фронтмен, его успели задержать дважды за первые четыре дня войны. И второй раз, когда его задержали, мы были уверены, что... Ну, повторное задержание, там же сразу до месяца можно сесть, и штраф от 100 с чем-то с тысяч. То есть мы реально напряглись. Мы потом уже узнали, постфактум, что на самом деле первые 10 дней, если тебя первые 10 дней после первого задержания снова задерживают, это вроде как не может стать повторным задержанием, потому что должны пройти 10 дней, которые у тебя есть на апелляцию первого решения суда. Нам это было неизвестно, и мы сильно напряглись. Тогда задержали и его, и его девушку. У них кошка дома, ключи есть от вас, ни у кого больше нет. Вообще, сум. В итоге он просто дал дёру, когда их переводили из автозака в участок. И за ним ехали с мигалками, все дела, и он смог реально съебать. То есть это такая... А паспорт при нём ещё был? Паспорт был при нём, не отобрали. Вроде как у них снилсы у кого-то почему-то собирали вместо паспортов. Снилс? Да. Я не знаю почему, но вроде как при нём и паспорт и снилс остался, и он просто дал дёру. И у нас потом в канале группы был смешной момент, когда мы рассказали эту историю, и в комментариях отписала девочка, которая работает в ОВД-инфо, и она говорит, а, мы всем офисом ломали голову, типа, как это, типа, Грачёв есть в списках, а ни в одном из участков его нет. Типа, есть в списке задержанных, а ни в одном из участков его нет. Оказалось, что как бы он в списке из задержанных-то попал, а до участка он не доехал. А потом сейчас недавно была история вообще неприятная, когда, короче, наш басист, он преподаватель математики, и в его классе есть мальчик такой, ну, Z-патриот, и он в какой-то момент нарисовал у него в классе на доске Z, он по камерам посмотрел, кто это был, с ним провёл беседу, что, типа, ну, школа не место для таких высказываний, и там мы стараемся всё же в школе сохранять нейтральную ситуацию. Но мальчик это воспринял очень лично, и, в принципе, он к Диме, нашему басисту, всегда был настроен явно негативно, хоть это и его класс рук. И он в итоге стал стучать во все Z-паблики, телеграм-каналы и так далее, собирая из всех наших открытых там каналов групп и так далее компромат на нашего басиста. И в итоге он реально достучался до телеграм-канала Rock at Z, в котором опубликовали огромный пасквиль на всю нашу группу, на всю нашу школу даже, о том, что вот есть школа, в которой растят предатели Родины, а математику там преподают фашисты-панк-рокеры. И Диму вызвали в полицию. В итоге, спустя, там, меньше чем неделю после этой публикации, заставили дать объяснительную, и мы ему успели за этот день найти адвоката и заставили дать объяснительную, которую он вот в понедельник, соответственно, последний, сдал. Дело передали, слава богу, в МВД, то есть это в худшем случае уже административка, уголовки не будет. Но мы сидели, конечно, просто здесь, как-то было стрёмно, потому что казалось то, что ну всё, вот и по нашу душу пришли. А у нас просто, ну, у нас очень антиправительственный контент в нашей группе. Группа называется «Формация Лимон». У нас самый популярный трек на всех площадках, который был записан там чуть больше года назад, он буквально называется «Русские проиграли». То есть наш солист как в воду глядел, очень, ну, такое предугадывающее время трек получился. И, в общем, да, подумали, что из-за нашей творчества за нами уже тоже пришли, но вроде как временно всё обошлось. Здесь немножко есть ощущение, кто про что-то говорил, типа, есть ли разница между тем, чтобы говорить и выступать в России, и выступать в Сербии, что ты говоришь, если не в пустоту, то просто к своим единомышленникам, чтобы дать им вот это ощущение коллектива, чтобы они не чувствовали, что весь мир сошёл с ума, а они одни остались такие. То есть здесь нет ощущения, что ты обращаешься к россиянам, что ты обращаешься к власти, потому что ты, ну, ты теряешь субъектность, конечно, когда ты переезжаешь. И если бы у меня был как бы выбор не терять работу и остаться в России и там вести какую-то деятельность, в конце концов, даже продолжать творчество нашей группы, которая в конце концов тоже какой-то антивоенный вклад, наверное, на силу, то я бы сделал так. Но, к сожалению, я здесь, всё равно молчать не хочется, поэтому выхожу хотя бы на такие акции. Понятно здесь, что тоже есть какие-то правила, там, если демонстрация больше, чем на 20 человек, то вроде как нужно оповещать власти, но это не согласовательный вот этот вот антиконституционный механизм, который у нас есть в России, в котором тебе нужно получить разрешение на то, чтобы собраться и выразить своё мнение. Здесь это просто в формате того, что, ну, если есть какое-то общественное мероприятие, то для обеспечения там безопасности дисциплины и так далее возможно нужны представители власти в виде там полицейских и так далее. Поэтому ты просто оповещаешь. Но здесь нет ощущения, что это оповещение может быть, во-первых, они скажут, что не, вы нас оповестили, а мы вам не разрешаем. Нет, ты их просто оповестил, что это будет. А во-вторых, нету вот этих вот постоянных оглядываний через плечо, поисков космонавтов. Здесь намного спокойнее, конечно, выражается позиция. Возможно, из-за этого есть ощущение её меньшей ценности, в том смысле, что ну, как бы, когда ты понимаешь, когда ты больше ощущаешь риск, на который ты идёшь, чтобы выразить свою позицию, ты больше ментальный труд совершаешь для её выражения. Здесь ты просто выходишь и говоришь то, что думаешь и понимаешь, что у тебя ничего не будет. Нам нужно сохранить адекватность. Нам нужно сохранить и пронести через безумное время, когда фронтовые сводки о смертях людей становятся просто буднями и рутиной, нам нужно сквозь это время пронести гуманистические ценности и ценность человеческой жизни, ценность адекватности. Нужно это в себе сохранить, потому что даже если ты не поддерживаешь войну, сама её атмосфера и будничность ломают свой мозг. И тебе нужно помнить о том, что это ненормально, и нужно помнить о том, какой жизнь была, чтобы потом быть в состоянии эту жизнь построить заново. Так что сохраняйте адекватность, сохраняйте любовь к людям, к жизни, к жизням людей. Это нельзя потерять. Ну, мне кажется, важным показывать, что есть россияне, которые против войны, которые не поддерживают то, что сейчас происходит. К сожалению, на родине это дело довольно тяжело. Вот, я, например, там был арестован неоднократно за митинги, и там меня даже как-то хотели уйти на допрос. К сожалению, да, ну, то есть можно сказать, что надо бороться у себя дома и на родине, но не всегда есть внутренние ресурсы, готовность сопротивляться, как у каких-то, там, наших политзаключенных, которые готовы вылететь до конца. Я думаю, что в том числе политика власти в России заключается в том, чтобы расколоть оппозицию, расколоть людей, которые не согласны с тем, что происходит, показывать 90% поддержку в соцопросах. Хотя я уверен, что на самом деле это не так, и есть независимые социологи, которые говорят о том, что это совсем не так. И поэтому, да, мне кажется, важно демонстрировать, что есть люди, которые не согласны. Как тебе здесь, как тебе проводить, например, подобные акции здесь? Чувствуется ли спокойствие, то, что ты можешь спокойно выражать мысли? Ну, это однозначно новый опыт, в том смысле, что здесь тебя не волокут в автазак через 5 минут после того, как ты вышел на улицу, в Сербии это не рай на земле. Тут есть свои проблемы, но здесь все еще есть свободы. Людей все любезли. Ну, режим вучича имеет признаки авторитаризма, определенные, заигрывания с Россией и так далее, и так далее. Вот. Но в то же время есть и проевропейский вектор. и я думаю, что Сербия тоже должна сделать какой-то для себя выбор по возможности. У меня есть какое-то количество сербских друзей, и все эти люди все понимают, что происходит. Но у Сербии есть специфическая история с агрессией НАТО, которая усложняет ситуацию и сложно объяснить людям, что сейчас дело вообще не в НАТО, это не имеет никакого отношения. И поэтому, да, здесь специфическое общественное мнение, но я не могу сказать, что есть какая-то однозначная поддержка войны. И вообще поддержки войны, мне кажется, нет. Есть просто непонимание того, что такое Россия сегодня. Люди в Сербии просто не знают, что это за режим и кто такой Путин. С одной стороны, я не считаю, что имею моральное право говорить людям, что сейчас делать, однако я хочу сказать, что, ребята, нас много людей, которые не согласны с этой кровавой войной. И я думаю, что мы все равно в конечном итоге победим. Это просто вопрос времени. Я участвую в каждой акции, не только в этой, потому что я не понимаю, почему Сербия и сербы, сербы, жители Сербии не понимают, что путинский режим это кровавый режим, что Россия убивает не только украинцев, и убивает и русских. А сербы не понимают? Не понимают, к сожалению. Нет, не понимаю. Ну, ты здесь давно, с 16-го года как это проявляется? С 9-го года, с 2009-го года я здесь наездами, и с 16-го постоянно, всегда. Как это проявляется? Потому что я разговариваю с своими соседями, разговариваю со своими друзьями и так далее, и каждый раз, когда я с ними разговариваю, у них как будто падает забрало. Они, когда заходит речь о Путина, они думают, что Путин это Россия, а Путин это не Россия. Путин это нахлобучка, не стоит его принимать во внимание. Путин не Россия, Россия это я и другие люди, другие русские люди. Давай так. Людям, которые нас посмотрят, возможно, в Россию, что бы ты хотела передать, какие пожелания? Разговаривайте со своим родственникам, пожалуйста, потому что они зомбированы, к сожалению. Разговаривайте с ними, скажите им, что огляньте вокруг, что нужно думать про себя, про своих внуков, детей, сестер, братьев, вытащите голову из телевизора. Вот так. Все, что хочется сказать.